здравствуйте уважаемые зрители сегодня наш улицу праздник сегодня у нас часы бингер естественно китайские что из себя представляет эти часы посмотрим мы первый раз по моему бингер распаковываем поэтому давайте смотреть такая коробочка это спасибо что покупаете мои штучки написал китаец коробочка бингер открываешь крупнейшая пупка самая крупная которая есть китаем кладом и вот в таком виде на подушечке лежат часы бингер откладываем там значит еще есть карта есть инструкция как тут и не управлять что куда двигать посмотрим кстати тоже знаете для подарка очень прекрасно и карточка и сразу и коробочка здесь снимаем из подушечки и что мы ну их видим наверно снимем всю эту гадость которая работала так вот такой вот бингер значит сам ремешок тоже снять вот снимаем и эту снимаем и эту снимаем и эту сейчас мы постараемся быстро сняли ненужные штучки со стекла здесь мы это тоже все снимаем и теперь можем рассмотреть сами часы модель это бингер в 86012 что если представляет разные расцветки здесь циферблатов разные варианты здесь это у нас с металлическим ремешком есть с ремешки с ремешками кожаными тоже разных расцветок разных расцветок циферблат на циферблате у нас два циферблата один показывает еще месяц другой показывает день недели и как вы видите в окошечке под фирменном название под фирменным названием показывается еще и так лучше будет у нас или как показывается число циферблат который показывает день циферблат который показывает месяц и некое подобие турбилла насколько он турбилла не знаю не носил посмотрим как чего будет совести как говорит китаец что у них хала не полностью автоматически подзавод на не существует вот это вот колесико это для выставления стрелок эта кнопочка для месяца эта кнопочка для вернее эта кнопочка для числа эта кнопочка для месяца и вот это еще есть кнопочка на корпусе это корпусу для дня недели как говорят китаец что все становится автоматическом режиме в том числе и месяц чем я ему не очень верю потому что в основном месяц это придется переключать вручную часы стекло само по себе говорят что это сапфир не знаю насколько это сапфир но вроде как похож тоже на сапфир погружение всего лишь 3 бара вот тут на обратной стороне стоит стекло с фирменным знаком красивая гравировочка самого маятника говорят что это швейцарский механизм да вот три атмосфера здесь написано water resistance автоматик стали стил даму поэтому соответственно не рекомендую не гнарять и купаться куртаться ремешок ремешок стандартный китайский промахает чуть-чуть да есть возможность увеличить уменьшить вот видите что здесь что с одной что с другой стороны есть съемные звенья я опять же взял на свой вкус потому что я люблю когда видно стрелки и видно контрастно видно все цифры ну я вам скажу что это часы из серии у них 40 дней до 40 дней поэтому не ругайтесь не кричите это все у них заранее заложено по безеле у них размер 42 миллиметра толщина их самих часов толщина 13 миллиметров диаметр по безеле 42 я уже сказал длина ремешка 22 миллиметра ширина ремешка в месте крепления 19 с половиной а так 20 ширина ремешка сейчас покажу как будет на руке сидеть до застежка бабочка видите вот ничего не нравится мне кажется не очень надежно но она красиво смотрится вот эти мне на мои маленькие ручки они подходят как раз ну так они в общем достаточно стандартная что говорить качественно посмотрим как будет у них сходить вот это вот не по золото хромирование такое некое когда правильно сказал а так достаточно приличные часы подблюдаем их по как они ходят и собственно все что еще парня про них сказать ссылочка будет тоже в описании часов мы уже у нас пришли несколько часов которые я показывал на обзоре уже знаете опять не повезло мне с девайсом опять что-то не там ну ладно это такой крик души малая на самом деле приятно что мы продолжаем общаться приятно что потихонечку растет у нас количество подписчиков не так как хотелось конечно но потихонечку растет поэтому рассказывайте своим друзьям читайте оставляйте комментарии с удовольствием с вами побеседую на этом все до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok